Всех представителей знака Зодиака Рак я вновь рада приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лекцер и в текущем видео хочу вам предложить Тороскоп на июль 2018 года. По традиции расклад покажет вам общую атмосферу месяца, какие события наиболее вероятно отыграться для вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее продуктивно и благоприятно провести этот месяц. Так, настраивайтесь пожалуйста на расклад. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории, однозначно для всех он проиграться не может, поэтому многим из вас необходимо смотреть расклад как по знаку Зодиаку, так и по знаку своего асцендента в натальной карте. Общая атмосфера месяца. Так, карты падают две, поэтому две и выкладываем. Что вас ожидает в плане работы? Финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Давайте смотреть. Так, общая атмосфера месяца. Императрица. Ну смотрите, карта материнства. Здесь это показано явно. Карта заботы, карта внимания, любви, ухода, ласки. Для многих это либо ситуация беременности, ситуация деторождения. Для многих это акцент на своих детях, забота о них. То есть куда отправить, учиться, чем занять, как организовать их отдых, досуг. Либо в целом ситуации, знаете, как позаботиться о детях, побольше проводить с ними время на пикниках, на отдыхе. Стать для них ближе эмоционально. Карта мамы. То есть позаботиться о детях, о ваших близких, возможно даже о ваших родственниках. В целом это карта изобилия, карта плодородия, карта мудрости, женственности и открытия своего женственного начала. Что ожидает вас в плане работы? Так, выпали два аркана, так их и смотрим. Маг и здесь падает у нас с вами рыцарь Пентакли. Так, ну однозначно, медленно, но верно, я бы сказала так, потому что по рыцарю Пентакли, посмотрите. Здесь человек знает четко, не получится с первого раза, получится со второго и десятого. Медленно, но верно. И в июле 100% будете на коне. Маг, сильнейший потенциал, привлечение всех ресурсов для реализации ваших планов и идей. И то, что у вас, знаете, как шло в таком вот зародочном состоянии, было, либо не имело развития, по аркану Маг однозначно реализуйте. Будет прорыв в плане работы, карьеры, бизнеса, то есть какие-то новые контакты, клиенты. Если не работали, обязательно трудоустроитесь, будьте оттачивать новое ремесло и мастерство. Если работали, вне зависимости от того, наемный вы работник, либо у вас свое дело, четко ситуация прорыва. Но в подходу к делу, более творческого. Потому что здесь Маг, это не просто, знаете, как собрать воедино все цепочки, подобрать ключик. Это учесть все факторы, привлечь к вашей работе других людей. И, соответственно, подняться на более новый и зрелый уровень. Так, а что же ожидает в плане финансов? Девятка жезлов, да замечательно. Вот понимаете, вот это ваш прорыв дает свои плоды, дает свои результаты. По девятке жезлов, наконец-то, прибыль пошла, бьет ключом. По девятке жезлов, вот если вы даже садили концы с концами, все. Дело кардинально переменится. Вот, получили известность. Более значимый, это если, допустим, у вас свое дело, свой бизнес. Если вы наемный работник, то здесь четкая ситуация признания ваших заслуг, повышение по карьерной лестнице. И, как следствие, да, это отразится на материальном достатке. То есть здесь июль месяц, это ваш месяц. Поймите, вот что касается с позиции работы и финансов, то есть тут будут какие-то значимые перемены. Причем перемены крайне благоприятные. Так, что же вас ожидает в плане здоровья? В плане здоровья здесь у нас падает пятерка кубков. Так, ну что-то вы здесь захандрили. Интересно, с чем это связано, потому что по пятерке кубков это в целом карта каких-то серьезных, больше эмоциональных переживаний. Не могу сказать, что здесь какие-то серьезные такие вот нарушения. Здесь это больше, знаете, связано с какими-то бессонными ночами, какими-то эмоциональными переживаниями по поводу кого-то. Потому что это карта нервных срывов, депрессии. Единственное, что здесь, знаете как, по этой карте иногда еще проходит удавление нарывов или фурункулов. Вот это единственное, что может у вас выглазить какое-то негодование. Ну а так в целом, я не могу сказать, что это как карта какого-то летального исхода, да, либо вместе с тем каких-то серьезных нарушений в работе вашего организма. Нет. Так, что вас ожидает в плане личной жизни? Здесь у нас падает перевернута тройка жезлов. А здесь, понимаете, вот давайте посмотрим на карту. Если женщина здесь создает все возможности для новых перспектив, начала и каких-то в целом, знаете, прорыва вперед, вот, то есть зажгла огонек, то здесь вам будет не до этого. Я вам объясню почему. Не потому что вы не захотите личной жизни, вы будете целиком и полностью в работе финансов. То есть, знаете, поперло, поперло, и вот с головой окунулись в работу в зарабатывании денег. То есть первым делом самолеты, да, как там о девушке потом. Так у вас вот первым делом работа и реализация собственных идей и планов, а потом уже мужчины. Потому что здесь что такое, о чем нога эта карта? Если на текущий момент вы свободны, то здесь максимум будет какие-то незначительные знакомства, перспектив и планов на будущее. Знакомство однодневки, потому что здесь вас никто эмоционально не цепляет. Если вы в паре, например, в ссоре, то вы даже не посчитаете нужным мириться. У вас будут, скажем так, на повестке дня более значимые какие-то вопросы. Если же у вас все хорошо, ну, скажу так, вам просто будет не до партнера. Потому что вы будете гореть абсолютно другим. Вы будете вся в работе. Вот вы получать будете отдушину, потому что это карта запала. Причем, посмотрите, здесь по девятке жезлов вы понимаете, что вот эта ситуация кризиса, разрешение проблем, она уже близится к концу. И в плане вашего карьерного роста, и в плане финансов. И теперь вот, это знаете, как последний рывок, который вы успешно реализуете. Ну, и в плане совета, о чем же вам говорят арканы, да вот, пришло время собирать урожай. Семерка пентапель. Вот если в остальных колодах это, да, ожидание плодов своего труда, то здесь вы уже рвете первые яблочки. Поэтому, ну, знаете, как, для кого хорошо, для кого плохо, но вместе с тем я считаю так, что финансовая стабильность тоже крайне значима в нашей жизни. Поэтому личную жизнь будете, скажем так, улаживать попозже. А сейчас у вас будет время, скажем так, сбора инвестиций. Чего я вам искренне желаю. Вот таким у вас вышел месяц. Для тех, кто хочет получить индивидуальную консультацию, ссылку на мои контакты вы можете найти под этим видео. Но я искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ива Лекция. До новых встреч.